Коллеги, сегодня я имею честь выступать модератором панели, посвященной НПЛ. Мы построим работу таким образом. Я очень люблю цифры. Некоторые из них озвучил уже Дмитрий, но я хочу акцентировать определенное внимание на них. После этого я задам по четыре вопроса моим панелистам. Они ответят с регламентом до 10 минут. А после этого все оставшееся время мы выделим на вопросы из аудитории, думаю, они будут, либо же мои дополнительные. Итак, цифры. Как уже и акцентировал внимание Дмитрий, Украина лидер. Притом лидер НПЛ не только в Европе, но и в мире. Мы занимаем почетные 53% уровня НПЛ. Самый большой именно среди всех существующих. За нами, что интересно, следует Сан-Марина. Там, наверное, два кредита, из которых один НПЛ. У них уровень 48,9%. Греция и Кипр. Компания так себе, скажем так. Стоит отметить, что, например, даже наш не очень дружественный сосед, там уровни НПЛ всего 10%. Я знаю, что еще один из наших участников, в принципе, имеет опыт работы в России, насколько я знаю. А альфа-групп в России, она славится своим опытом в работе в коллекшен. Поэтому мы с удовольствием его послушаем. На что бы хотела акцентировать внимание по своим цифрам. По данным Национального банка, 80% НПЛ – это корпоративные долги. Забегая наперед, для физиков будет коллекторский закон, но все же нам стоит концентрироваться именно на НПЛах в корпоративном бизнесе. Госбанки. Да, это 64 всего проблемного портфеля, сосредоточено на госбанках. В абсолютных цифрах госбанки – это 407 миллиардов из 566. И основная сумма – это 213 миллиардов. Это приватбанковские именно кредиты, которые ассоциированы с Коломойским. То есть он у нас, в принципе, лидер рынка по версии приватбанк и, можно сказать, занимает монопольное положение на рынке НПЛ в Украине. Как вы знаете, мы его неоднократно приглашали для участия в нашей панели, но вопрос остался без ответа, как кредит без погашения. И, возможно, у него сегодня другое важное заседание, либо он в очередном интервью расскажет самостоятельно о своих НПЛах. Если же сравнивать с Европой, немножко более оптимистично. Мы, наверное, одна из самых больших стран, если сравнивать нас с европейскими, как, например, Франция и Германия. И в эквиваленте наш уровень НПЛ – общий 20 миллиардов евро примерно. Уровень НПЛ Игоря Валерьевича примерно 7,8 миллиардов. По данным европейского банковского регулятора, уровень НПЛ в целом в Европе, в европейских банках – это 780 миллиардов евро. Поэтому, в целом, если сравнивать с европейским, наверное, мы не так плохо выглядим. Чемпионат среди госбанков. Первое место неоспоримо занимает Приватбанк. Второе место, что меня немножко порадовало, это Ощадбанк. И только третье место по уровню НПЛ занимает УкрЭксим. Хотя самый удачный опыт работы с НПЛ – это УкрГазбанка. Поэтому, если у Ощада уровень НПЛ 21% по данным Национального банка, Эксим – 18%, УкрГазбанк – 2%. Так что, друзья, есть над чем работать. И мы проговорим об инструментах. Что же такое 80% НПЛ корпоративного сектора? На самом деле, это 25 топ-групп. Это по данным Национального банка. Поэтому, я думаю, что оба госбанка всех своих заемщиков знают в лицо. Но не только госбанки бледно выглядят, скажем так, с точки зрения здорового банкинга. Дело в том, что по данным Национального банка, например, в банках с частным капиталом, это, например, банки иностранных банковских групп, доля неработающих кредитов – 35%. Ну, это тоже не совсем те здоровые проценты, там, 10-3%, как это в Европе. Банки с частным капиталом, он у нас, в принципе, основной большой один, это тоже 20%. Поэтому у них тоже ситуация имеет место для улучшения. Ну, еще интересные цифры. Я люблю такую цифру, как 190-я статья Уголовного кодекса Украины. Это то, по которой будут преследоваться вот те самые топ-25 заемщиков, если они не пойдут на реструктуризацию или другие инструменты. Там тоже интересные цифры, потому что по мошенничеству в больших размерах, а, как правило, все эти кредиты туда попадают, караются сроком лишения свободы от 5 до 12 и с конфискацией имущества. Поэтому в любом случае заплатить придется. Как вы знаете, в прошлую пятницу было совещание с президентом. Никто не уйдет от ответа, специально забегая наперед. Игорь Валерьевич тоже, если кто-то захочет задать мне этот вопрос. Как правило, пионером для меня за последние пару лет стал предъявление подозрения Дмитрия Усвята, что это именно квалификация по 190-е мошенничество. Укрси-банк, я не знаю, есть ли здесь представитель Укрси-банка. Это по заемщику АИС. Национальный банк у нас тоже очень хорошо озабочен вопросами решения НПЛ в банках в целом. И своим 97-м постановлением они обязали до 31 марта 2020 года разработать стратегии управления проблемными активами и оперативные планы. Предлагаю множество инструментов, и я думаю, что мы их обсудим, в том числе инструменты финансовой реструктуризации, судебное урегулирование, продажи долгов, проблемных кредитов, обращение взыскания. И как я уже на предыдущем форуме с этими же организаторами акцентировала внимание, по проекту закона те активы, которые будут приобретены банком на баланс путем обращения взыскания, должны быть проданы с баланса банка в течение двух лет. Поэтому в целом это придаст толчок развитию рынка плохих кредитов. Как правило, у нас любой НПЛ приводит к формированию резервов, любой плохой кредит должен быть зарезервирован, что становится причиной недостаточной капитализации, последующей проблемности, неплатежеспособности. Ну и в общем-то любой НПЛ до фонда гарантирования доведет. Поэтому мой следующий вопрос будет к Светлане Ректор, директору распорядителя фонда гарантирования. Что меня больше всего интересует, это какой рекавери-рейт имеет фонд при работе с НПЛ. То, что я анализировала по имеющимся данным в Европе, например, но именно в банках, еще не клиентах фонда гарантирования или аналогов. В банках самый низкий уровень рекавери-рейт был в Сербии, порядка 20%. Но мне представляется таким, что в Украине это все намного меньше, и в особенности фонда гарантирования, потому что уже совсем плохие доходят до фонда. То есть поделитесь, какая статистика по фонду гарантирования, и какие у вас основные проблемы возникают, и какие бы вы пути решения видели. Спасибо. Спасибо за очень интересный срез, такой helicopter view на весь наш рынок НПЛ, и не только фонд гарантирования, потому что мы в основном, как говорится, в своей песочнице крутимся, а здесь более панорамно. Что значит по фонду? У нас, если посмотреть на структуру, на поступление денег от рекавери, от работы с проблемными активами на сегодня, это 47 миллиардов гривен с начала масштабных ликвидаций. Если мы говорим о том, что все привыкли к цифре, что фонд управляет 500 миллиардами активов, то в среднее рекавери, которое мы добились сейчас, это 9%, если поделить одно на другое. Из них, что интересно, что из этих 47 миллиардов, 20 миллиардов занимают поступление от продажи, и они будут расти, и 27 миллиардов это от управления активами, и они, безусловно, будут снижаться, то есть они, в принципе, уже законсервированы, эти 27 миллиардов на этом уровне, ну, может там какой-то миллиард еще добавится, но ничего уже не управляют, ну, то есть чем-то на управлять уже сложно. Посему вот мы вышли сейчас на уровень в 9%. Что мне хотелось бы отметить, и это очень важно, когда мы считаем, какой уровень рекавери в Украине, и почему мы находимся ниже Сербии. Во всех странах мира рекавери считается к принципу, то есть к сумме долга без начисленных процентов. В Украине законодательство не предоставляет нам возможности останавливать начисление процентов после объявления банка неплатежеспособным. Кроме того, согласно нашего закона, мы обязаны соблюдать условия договоров в этой части, а что происходит, ну, что прописано в договоре, как правило, что если заемщик дефолкнулся, там включаются 148% годовых, ну, это я утрирую, в среднем 48% там где-то из тех процентных ставок, которые были. Поэтому, если мы посмотрим на наш простой пирожок активов, которые остались, то там 40% вот в этом пирожке, нет презентации с собой, займут нарахование вид сотки от активов. А тело часто густо в праве требования. Есть право требования, где тело занимает 30-40%, а все остальное нарахование вид сотки. Это, безусловно, давит наши уровни рекавери глубоко вниз. И чем дольше продаются активы, тем ниже проваливается рекавери в своих показателях, что, безусловно, нам не нравится, но мы ничего не можем с этим сделать. Закон есть закон. В целом, рыночники со мной согласятся, что стоимость актива, она определяется от стоимости залога. В целом, рынок готов покупать от 50% от стоимости залога. То есть, если залог стоит рубль, то 50 копеек готовы платить. Но при этом, учитывая, что активы с 2008 года НПЛ-ные, залоги часто покрывают активы менее чем 10%. А еще принимая во внимание, что в банке, которые к нам пришли, было много фрода, то есть кредитов, выданных под товары в оборотах, ценные бумаги, еще что-то, еще что-то, то, безусловно, эти активы стоят копейки. Мы, когда начали продавать активы, то стартанули с уровня рекавери 44%. Это было в 2019, у нас сейчас, да, в 2017 году. Сейчас уровень рекавери от продажи именно кредитов, учитывая все пуловые продажи, мы приземлились на 3-4%. И я думаю, что мы пойдем еще вниз. Почему? Потому что сейчас уже период зачищения балансов. То есть мы, это уже, как я говорю, это уже не есть бизнес, это уже есть очистка балансов. Грубо говоря, то, что не готовы списывать, вот мы сейчас продаем за какие-то небольшие деньги. При этом есть категория вот этих вот пулов, крупных пулов, которые продаются через LSA, мы называем их, международных консультантов, которым интерес достаточно существенный. И мы добивались этого много месяцев и даже лет. И я готова, я счастлива сообщить, что вот последние торги, которые происходят по этим большим пулам, конкуренция достигает 6-7-8 участников. То есть последний пул мы продавали, цена была остановлена на 80 миллионов гривен, и в процессе торгов между друг другом цену взвинтили до 170 миллионов. То есть практически два раза от беда. Что это говорит? Это говорит о том, что рынок НПЛ наконец-то создался, наконец-то у нас пропало доминирование самого заемщика, который всегда стремился себя выкупать. И появился наконец-то институт профессионального участника. И это огромная победа, которая, безусловно, далась кровью, потом, болью, но она есть. И здесь опять хочется вернуться к Helicopter View, с которого начала Виктория, и, наверное, дать какой-то не то, что там совет, не совет, а какое-то, наверное, свое мнение государственным банкам. На сегодняшний, безусловно, всегда нужно ставить в приоритет реструктуризацию. Безусловно, ликвидационный сценарий, он всегда самый плохой. И еще раз подтверждение тому, мы запустили продукт реструктуризации ипотек физических лиц в фонде. Часть, ну, не могу сказать, что это было паломничество, но многие люди пошли на реструктуризацию, и сейчас мы эти портфели продаем как рабочие, и там совершенно другие уже рекаверис. Поэтому, безусловно, реструктуризация – это номер один. То есть делать заемщикам все, что угодно, только не допустить до ликвидационного сценария. Но даже если это уже случилось, то сейчас в Украине лучший моментум, то есть лучшее, наверное, время, потому что наконец-то пришли капиталы, наконец-то мы видим уже иностранных игроков, есть уже рынок рыночный, рынок рыночный, как говорится, ужас ужасный, рынок рыночный, есть уже бенчмарк, то есть мы четко понимаем, где дно, мы его нащупали, мы понимаем, что дно находится на уровне 1% от номинала, и мы понимаем, как уже он сформирован. Поэтому я считаю, что в данном случае фонд гарантирован ранее выполнил такую сложную функцию для всех. Он, с одной стороны, зафиксировал огромную сумму убытков, что плохо для кредиторов, но, с другой стороны, он оставил вот это вот, красивое английское слово, spillover effect, то есть это вот, ну, как говорится, поле для дальнейшего работы и маневра для всех остальных участников рынка НПЛ. Поэтому, как говорится, мы свою миссию практически выполнили, теперь время для работы наших партнеров. Спасибо. Спасибо большое. Ну, действительно, у фонда гарантирования была миссия, потому что я неоднократно слышу упреки и вот именно к фонду гарантирования вкладов по поводу того, почему такой низкий recovery rate, очень негативные комментарии, но, скажем, главное что-то делать, потому что очень легко судить тем, кто просто сидит в Фейсбуке и комментирует результаты. Но все-таки вернемся тем, кто работает. И фонду спасибо, и тех, кто еще никогда не дойдет до фонда гарантирования, но вместе с тем имеет второе место по уровню НПЛ среди госбанков. Это Ащадбанк. Но стоит отметить, что Ащадбанк провел очень большую работу также по работе с НПЛ-ами, и, в принципе, они стали, по-моему, даже пионерами, может быть, секретариат подтвердит, пионерами финансовой реструктуризации. Изначально это был механизм, который был реализован в большом объеме в Турции. И поэтому получил название «Стамбульский подход». Они пришли к тому, к чему пришел фонд, к тому выводу, что лучше пытаться все-таки отправить заемщика на реструктуризацию, чем заниматься ликвидацией. Под МВФ и Мировой банк они взяли его на знамена, и поэтому рекомендовали его нам. И в 2015 году этот законопроект был принят. И даже его среди специалистов мы стали его называть «Киевский подход». по аналогии с истамбульским подходом. И лидером рынка по финансовым реструктуризациям стала «Счатбанк». Поэтому я бы хотела спросить Андрея, действительно ли так хорош этот инструмент, действительно ли он выгоден для банка. И что меня интересует, поскольку поднадзорный банк, мне как членом совета Укарексима, также будет заниматься финреструктуризациями, были ли прецеденты нарушения должниками уже договоров по финансовой реструктуризации? Добрый день, коллеги. Сегодня на улице Бодана-Хмельницкого решаются ключевые вопросы НПЛ. Уже не решаются. Хорошо. Я немножко хочу рассказать о ситуации, с которой мы столкнулись. Ну, новая команда, которая пришла в «Счатбанк» в 2015 году. Это в первую очередь была ситуация вот этого большого НПЛ, о котором мы говорим. Но на самом деле, было три причины, почему он так возник. Причина номер один – это, конечно же, оккупация Крыма и зона АТО. Это где-то третья часть нашего НПЛ. Третья часть – это, конечно же, концентрация очень высокая финансово-промышленных групп, близких к предыдущему правительству, которые кредитовались через структуры госбанков. Предыдущая или предпредыдущая? Ну, предпредыдущая, да. Я сейчас говорю в 2015 году. Я сейчас говорю… Я нахожусь сейчас в 2015 году. Так вот. И есть какие-то объективные портфели, которые были тем, чем он сейчас есть. Мы, конечно, очень благодарны теперь уже предыдущему правительству, что оно было инициатором принятия закона о финансовой реструктуризации. Он во многом развязал руки в части подхода Государственного банка к тем вопросам, которые было очень сложно решать без этого закона. В первую очередь, это вопрос, который касается конфликта, который возникает при реструктуризации. Это установление ставки по кредиту ниже, чем банковская себестоимость. Это очень важный момент, потому что это прямая императивная норма закона, которая, в принципе, связывала руки. И банки очень часто занимались тем, что начисляли проценты. И эти проценты капитализировали в конце тела. И на самом деле это было, как в очень пошлом анекдоте, но это просто было создание очень большого долгового бремени, которое никогда не могло быть погашено. В принципе. Соответственно, нужно было привести эту ставку к рынку. Мы подтверждаем, что любая реструктуризация, то есть плохой мир, намного лучше, чем хорошая, блестящая, даже очень короткая победоносная война. В очень редких случаях ликвидационные сценарии по НПВ, это модное слово, которое сейчас начали наконец-то употреблять и в госбанках. Мы первый раз это слово сказали, и слово «Айрарту» на нас посмотрели не очень так дружественно. Но в любом случае, в очень редких случаях, ликвидационные сценарии побеждали любую реструктуризацию. С чем это связано? В первую очередь с тем, какой был ЛТВ, то есть какое было соотношение залога к кредиту. И если его, как правило, недостаточно, и тем более, что как такового рынка токсичных активов вообще не существовало, очень сложно было продавать билеты на войну. Очень сложно. Сейчас мы видим, немножко ситуация меняется. Действительно, на рынки пришли игроки, которые интересуются вот этими токсичными активами. Раньше продать актив… Вот яркий пример, есть очень прекрасный пример. Пример одной большой агрогруппы, которая пришла в один из банков с российским капиталом. У них была просрочка, и они предложили там списание на уровне 70%. То есть уровень дисконта был где-то в районе 70%. Этот клиент и у нас клиент, но путь, который избрал тот банк, это ликвидационный сценарий, исполнительное производство, все-все-все. Через три года они наконец-то добрались к этому активу, и этот же собственник через три года купил с дисконтом в 92%, наполнив этот долг на 8%. Вот это яркий пример, честно говоря, ожидание и реальность. Поэтому банк избрал именно этот путь. Что еще важно? Банк собрал сейчас с рынка уже больше 7,5 миллиардов денег или имущества, которое потом превратил в деньги. Практически каждое имущество, которое попадает к нам на баланс, это опять же императивная норма закона, которая требует, что актив к продаже должен быть продан с баланса на протяжении одного года. У банка это очень хорошая практика. Мы используем площадку или сетами, или площадку прозора и избавляемся от непрофильных активов. То есть у нас практики долгого нахождения на балансе – это единичные случаи. Общая сумма погашения – это 7,5 миллиардов. Общая сумма финансовых рестрактов, которые мы провели, больше 23 миллиардов. И сейчас в работе еще на 14 миллиардов рестрактов. И если мы их закончим, фактически мы поставим точку в расчистке баланса того, что можно расчистить. Хочу еще напомнить важный момент. Мы победили Путина в арбитраже в Париже. У нас есть сейчас решение против Российской Федерации на 1,3 миллиарда. Это хороший вопрос. Я имею в виду, что… Сейчас расскажу. Важно. Мне кажется, здесь должна быть уже консолидация государственных усилий. И государство должно вот эти решения против Российской Федерации концентрировать в каком-то или агентстве, или в чем-то одном, в одном органе, чтобы координировать все эти усилия. Понятно, что банк воевать, один банк против государства, тем более такого агрессивного, очень сложно. Но в любом случае я просто говорю о том, что расчистка происходит, и мы доходим или до погашений, или до решений против наших заемщиков. Мы сейчас очень активно занимаемся заемщиками, которые находятся в юрисдикции не Украины, и достаточно успешно. То есть этот банк имеет эту практику, накопленную практику, может с ней делиться. Это очень много. Виктория задала вопрос, какая судьба финансовых реструктуризаций. У нас со всех кейсов, которые у нас сейчас работают, только один из 14 сейчас имеет определенные проблемы, и мы делаем внутри финансовой реструктуризации, внутри плана, который уже принят, а он десятилетний, внутри этого плана мы делаем определенные корректировки. С чем это было связано? Компания Большой Четверки, это Эрстин Ян, когда делали IBR, делали определенные допущения, которые были связаны с вступлением в Украину, зону свободной торговли с Европейским Союзом, и тем, что откроется определенный рынок, который, к сожалению, не открылся. Экспортный рынок, ну давайте так, могу рассказать, это рынок металлолома, и государство вот этими заградительными пошлинами, которые сейчас установлены, установил определенные заградительные меры для того, чтобы формировать внутренний рынок, и клиент где-то выполняет план финансовой реструктуризации процентов на 40. Соответственно, мы внутри существующего и принятого плана уже начали делать определенные корректировки, не отменяя, ну не уходя в ликвид сценарий, потому что опять же НПВ ликвид сценария где-то в 2,5-3 раза ниже, чем сценарий реструктуризации. Вот это, если коротко, о наших результатах и тем, чем мы занимались в предыдущих 4 года. Спасибо, но у меня все равно не отдавайте микрофон, потому что у меня к вам есть сразу же и второй вопрос, поскольку Ащадбанк является и лидером, и, скажем так, апологетом внедрения голландских аукционов. Поэтому у меня к вам вопрос, станет ли метод голландских аукционов панацея при расчистке балансов банков и почему, например, Ащадбанк до этого не применял. Забегая наперед, предварительно постановление по голландским аукционам войдет в новый меморандум СМВФ, но еще посмотрим. Но расскажите о самом механизме. Спасибо большое за вопрос и за поддержку. Я вообще впечатлен уровнем подготовки модератора. Очень приятно. Я хочу сказать по поводу голландских аукционов. Первое заблуждение, которое мы очень часто слышим, что высокий уровень МПЛ мешает кредитовать. Это неправда, если ты застраховал, то есть если ты зарезервировал свои портфели. В принципе, максимум, что они делают, это создают большие неудобства для членов правления, для тех кураторов, которые занимаются этой работой. И нам бы очень хотелось, поверьте, быть на предыдущих панелях, которые там рассказывали о развитии банковского кредитования, а не о том, как гасить токсичные активы. Но это забирает время, это забирает просто ресурсы. Если у тебя уровень резервирования, он у нас близок к 99%, поэтому мы себя комфортно чувствуем с точки зрения финансовых результатов, но не комфортно с точки зрения потери человека часов, которые есть. Что касается голландских аукционов, если мы видим восстановление рынка, и мы понимаем, что выход в кэш, то есть принятие на себя тех резервов, которые уже сформированы по активам, например, тот же кейс, о котором я только что рассказывал, там уровень резервирования 96% по этому кейсу. И уход в премию, которую банк мог получить за счет голландского аукциона, а я думаю, что премия могла бы составить в районе 10-15%, это просто избавление от потерь, которые можно направить на более рациональные, более качественные и более профессиональные вещи. Что мешало? В первую очередь мешало голландским аукционом заниматься в принципе нам никто не запрещал, закон позволяет заниматься прощением, но мы этим не занимаемся, потому что мы находимся в государственной структуре. И любое прощение долга приводит к тому, что мы потенциально можем создать убыток государства. Пример, мы продали долг за 100 долларов, а, например, этот же актив через год продался за 150 миллионов. Вот эти 50 миллионов автоматически становятся убытком государства, потому что мы что спишем разницу, которую получим за счет резерва. И это ведет к ответственности, в первую очередь уголовной ответственности. Это связывает руки для нас. Если бы такой порядок появился на уровне со стороны государства, который бы четко определил, например, категорический запрет предыдущих собственников принимать прямое или опосредственное участие, или бы этим голландским аукционом занимался только Прозоро, или еще какие-то критерии предварительного отбора. Но в любом случае это упрощает нам жизнь и позволяет сконцентрировать свои усилия не ретроспективно назад, взгляд назад, а смотреть в будущее и развивать именно банк. Потому что это очень много потерь времени, катастрофическая потеря времени, ну и здоровья, мягко говоря. Спасибо. То есть мы выслушали госучреждения, госбанк. Вот теперь я хотела бы задать вопрос представителю Альфа-банка. Какой опыт частного бизнеса, какие результаты у вас по вашим рекавери, по таким кредитам, что хотелось бы улучшить в части инструментария работы с НПЛ. И также все банкиры ожидают кодекс процедур банкротства, который вот-вот должен вступить в силу, и даже уже все вроде бы попытки отложить его вступление не пресечены. Поэтому какие у вас ожидания от этого кодекса, будет ли это позитивно и как быстро ускориться? Виктория, спасибо. Точно не позавидую Андрею, потому что судя по его рассказам, госбанкам приходится Андрею в частности бороться с ветряными мельностями, потому что сложно представить, как собирать долги, если ты не можешь прощать по закону. Хотел бы поблагодарить Викторию, что она в самом начале дискуссии очень такие ясные цифры нам рассказала о доле разных НПЛ-сегментов, которые у нас сегодня в стране сформировались. Я бы со стороны хотел еще раз акцентировать внимание. У нас долги, которые возникли, они возникли фрагментарно в разных секторах. То есть есть корпоративный долг, Виктория сказала, что там большую долю занимает Приватбанк. Есть существенная доля валютных кредитов, особенно ипотечных кредитов. Есть небольшой третий блок, это потребительские кредиты. Так вот правила в рынке и в у нас даже в Украине это совершенно три разных сегмента корпоративный, ипотечный и беззалоговый, где эти сегменты с друг другом не пересекаются. То есть есть компании, которые концентрируются либо первым, либо на втором, либо на третьем. И поэтому, конечно, когда мы говорим об NPL или о коллекшене, нужно говорить в контексте этих трех разных блоков, потому что это совершенно разные вещи. Это как там корпоративный и розничный бизнес сравнивать. Относительно нашей практики хотел бы рассказать об интересном кейсе, который на этой неделе как раз произошел. Кто историю изучает, официально самый старый украинский банк формально является Укрсоцбанк, который был зарегистрирован на первых неделях независимой Украины. Так вот, формально, по сути, Укрсоцбанк перестал существовать на этой неделе. В понедельник все вычислительные мощности были его выключены, и баланс был переведен на Альфа-банк в рамках плана интеграции, который согласован с надбанком. Я этот пример привожу к тому, что Укрсоцбанк стал жертвой по сути событий 2015 года, так называемых МПЛ, когда сумма баланса Укрсоц, более 50% клиентов просто перестали обслуживать кредиты. В частности, валютные ипотечные кредиты, коим Укрсоцбанк был всегда на первом месте по кредитованию, он был пионером и крупнейшим ипотечным банком страны. Укрсоцу повезло, у него были акционеры в основном итальянские пенсионные фонды, поэтому, когда миллиард долларов перестал платить, в Капиталбанк увеличили на эту сумму за счет которой я говорил и Светлана об украинских налогоплательщиков, тут оказались итальянские пенсионеры, которые рассчитались за украинских заемщиков. И в рамках сделок уже непосредственно с Альфа-банком уже очищенный портфель после резервирования, после списания, признания всех этих кредитных потерь. Для того, чтобы это не стало проблемой фонда, Светланы, украинских налогоплательщиков, была сделка с Альфа-банком, Альфа-банк на этой неделе финально завершил сделку после яния. Это просто такой яркий пример, как крупнейший банк, один из крупнейших банков страны, самый старый формально банк страны, перестал существовать по той же причине, почему и перестал существовать приват-банк в формате частного банка, но его спасло к счастью государство. У приват-банка практически не было шансов устоять, насколько я понимаю, математику и экономику, без помощи извне, в форме нового капитала, государственного, частного и другого. Поэтому эта данность, в которой, когда мы изучали вопрос, девальвация трехкратная на горизонте трех-четырех месяцев бывала только в нескольких странах, которые выжили. Это Аргентина 1998 года и Украина 2015 года. При девальвации в трехкратной выжить банку практически невозможно, потому что его связь с государством и с экономикой она наиболее коррелирующая, чем любой другой индустрии, которая есть. Пару слов о нашем опыте. У Альфа-банка никогда не было желания строить компетенцию в взыскании залогов, мы были вынуждены туда пойти, как и многие банки. После кризиса 2008 года, который как-то эмоционально ощущался с точки зрения банка почему-то сильнее, чем 2015 год, большая доля ипотечных кредитов вышла на просрочку, и мы вынуждены были строить коллекшн именно залоговый. И к 2013 году у нас уже была идея заканчивать с ипотечными кредитами, полностью их дособирать, но жизнь тут внесла коррективы в виде нового огромной сделки с Укрсоцбанком и новых проблем с ипотечными кредитами. Если говорить о практике, мы, наверное, более гибкие, более быстрые и адаптивные. Портфель Укрсоцбанка при сделке был 2 миллиарда долларов, из которых 400 миллионов долларов это были живые залоги, валютные, ипотечные. Мы сделали пятилетнюю модель, из которых два с половиной года мы уже прошли, осталось два с половиной года, и мы валютную ипотеку в Альфа Укрсоцбанке уже соберем полностью. То есть валютной ипотеки у нас не будет, и мы сконцентрируемся на регулярном бизнесе. Это на сегодня потребительские кредиты, кредитные карты и кэш-кредиты. Поэтому тут хотел бы отметить, что проблема именно розничного коллекшна и интелли чуть преувеличена. У нас огромный баланс, но он на бумаге, он воздушный. Залогов Светлана, может, меня подкорректирует в ипотечном сегменте в фонде это там, наверное, 300-350, может быть, до 400 миллионов долларов. Стоимость его там 60-70 миллионов долларов. Обычно, когда мы на аукционах в том числе участвуем, обычно покупатели предлагают 20% от залога за валютный ипотечный кредит. Борьба идет от 16 до 25, в зависимости от региона, наполнения, негативной селекции и прочих вещей. То есть, в принципе, весь фонд, я словно говорю про розничный сегмент, исключительно не корпоративный. Вот мы оценивали его, наверное, весь фонд, если вот Светлана допродаст, то, что есть в розничном сегменте, 70-80 миллионов долларов. Для любого системного западного игрока это небольшая цифра, это крупные фонды, особенно американские, они на наш рынок не приходят, что для них это вопрос одной сделки у себя на родине, чем строить инфраструктуру с непонятной судебной системой и заходить. Поэтому мы скорее вот там APS приходит, чешские, которые здесь близко рядом и когда местные локальные инвесторы, 70-80 миллионов долларов нашего рынка, даже для нашего рынка это небольшие деньги. Поэтому, скорее всего, NPL, если мы говорим о розничном сегменте, у нас закончится через 2-3 года, уже все это будет либо раскуплено, обработано и мы из этого сегмента выйдем и главное, чтобы мы новые NPL не создавали, работали уже в гривневом сегменте и у нас больше никогда таких проблем с ипотечными проблемами не было. И два слова. Виктория спросила, ожидаем ли мы что-то от введения нового кодекса, от отмены моратория. Честно говоря, не ожидаем. Мы и без кодекса вполне неплохо справляемся. Альфа-банк всегда во главу угла строил здравый смысл при общении с клиентами. Но всем клиентам, у которых было 15 тысяч валютных ипотек, разослали письма и позвонили и сказали верните хотя бы 80% от залоговой стоимости, остаток вам будет прощен, списан в любой вам удобной форме. И первый год у нас очередь стояла из клиентов, которая просто просила их урегулировать. И мы таким образом 20% портфеля каждый год постепенно закрываем. Понятно, что сейчас мы уже доходим и начинаем вгрызаться в камень. Здесь у нас есть инструмент убеждения в виде 37-й статьи ипотеки, которая несколько кривовато у нас работает, потому что закон есть о ней, а право применения применяет каждый, кто хочет, и каждый суд на эти кейсы смотрит с вероятностью 50 на 50. Либо законно, либо незаконно. Поэтому будет кодекс, не будет кодекс, будет отмена моратория, не будет. Мне кажется, вопрос проблемы это двух-трех лет и скорее роста цен на недвижимость или не роста цен на недвижимость, где этот рынок может дать какой-то дополнительный boost recovery для фонда, для коллекторов, повышения цен. Но рост цен зависит от экономики. Экономика зависит от возобновления ипотечного кредитования. От ипотечного кредитования зависит от того, насколько будут правильно прописаны законы о дальнейшем его взыскании. Сейчас взыскивать тяжело, дорого, проблемно. И цены, которые я озвучивал в районе 20%, это объективная реальность, потому что очень дорогой непрогнозируемый процесс. И здесь Виктория сейчас как один, наверное, таких старших офицеров, которых приближен и к президенту, и к людям, принимающим решения. Конечно, огромная просьба все-таки нас максимально отдалить от советского наследия. Это закон ипотеки у нас связан с жилищным кодексом, когда у нас почему-то прописка, она связана с ипотечной квартирой. Мне кажется, вот коммунистическое прошлое, от него нужно как можно быстрее уходить и оттуда убегать. Потому что ни в одной стране мира, западной, цивилизованной, нет института прописки, который каким-либо образом связан с тем местом, которое ты передал в залог. И вот этот конфликт, который у нас не урегулирован с 1991 года, он, конечно, мешает нам эффективно а, собирать долги, б, цена НПЛ, которую фонд продает, она существенно снижается, это объективная экономическая реальность. Поэтому нужно отвязаться от конфликтов, которые нам переданы от советского прошлого, все-таки максимально здравомысляще, экономически подходить к вопросу возобновления ипотечного кредитования. Если банк берет квартиру в залог, эта квартира по сути, не по форме, принадлежит банку до момента полного расчета. Банк, безусловно, и банки должны действовать в соответствии с этикой, моралью и логичными, возможно, законом о коллекторской деятельности, но по форме, если ты взял кредит и ты дал залог, это святое, то, что ты должен вернуть, в случае, если ты не можешь платить. К сожалению, в Украине пока не так. И вот мечта нашего нового премьер-министра снизить ставку по ипотеке, возобновить очень быстро ипотечное кредитование, она не осуществится, если залог не будет очень явной, четкой вещью для банковской системы. Спасибо. Я бы хотела еще уточнить вопрос, вы более акцентировали внимание именно на ритейл-сегменте. И у меня встречный вопрос, потому что ваши представители Альфа-банка, они присутствовали в комитете парламента, где мы обсуждали концепцию закона о коллекторской деятельности, и они достаточно так осторожно относились к данному вопросу, и они, в общем-то, не были апологетами отдельного урегулирования этого вопроса. Как все-таки по-вашему, и как вы думаете, вот именно как банкир, видите ли вы среди частных коллекторов конкуренцию для себя, то есть готовы ли вы отдавать им на коллекшн, либо вы это все-таки делаете самостоятельно, потому что я знаю, что один из госбанков, он в принципе сделал как бы такую конкуренцию, он тестировал, кто как лучше работает. Внутренний коллекшн лучше работает, либо они привлекали, по-моему, две или три внешние компании. И в принципе оказалось, что там рэнкинг был таким образом, что одна из внешних коллекторских компаний лучше всего показала recovery rate, потом был внутренний коллекшн банка и дальше там третья компания была. Вот как для вас? И видите ли вы интерес прихода инвесторов в коллекторский бизнес в Украине? Смотрите, у нас нет точно конкуренции, потому что мы как банк, мы не хотим иметь ни коллекторский бизнес, ни коллекторскую экспертизу, но в формате, что все понимают под коллекторской экспертизой. Есть регулярный бизнес, кредитные карты, кэш-кредиты, где-то наши клиенты, мы их уважаем и очень любим, даже если они оказываются в сложной ситуации, потери работы, болезни или чего-то еще. Здесь мое мнение, оно личное и оно на практике доказано, банк должен сам общаться с клиентами до определенной стадии, когда банк считает это разумным. Если говорить про Альфа-банк, он в Украине и в тех странах, где он присутствует, мы с клиентами работаем до 180-го дня по беззалогу. Во всех банках группы на 180-й день этот кредит списывается с точки зрения признания кредитных потерь. Мы говорим, что мы признали кредитные потери. После 180-го дня 100% сделок, мы здесь не хотим строить компетенцию, мы передаем на конкурсной основе четырем коллекторским компаниям и четыре коллекторские компании уже конкурируют между собой. Если говорить о залоговой части, мы вынуждены были построить, потому что это дорогой процесс и никто за нас это сделать не мог. Мы ее построили, мы дособерем то, что мы должны дособрать, и мы эту компетенцию закроем. К сожалению, людей будем пристраивать в другие подразделения. Поэтому здесь нет никакого конфликта между нами. Альфа-банк не коллекторская компания. Вот, наверное, если так ответить по-простому. Сейчас сложилась такая история, где в течение двух-трех лет мы сожительствуем и где-то на каких-то рынках конкурируем. Где Альфа-банк хочет купить, что есть инфраструктура, что-то мы передаем, где нет в регионе, но через 3-4 года, как я сказал, по моему мнению, конкуренции нет. Со своими клиентами мы работаем сами, после 180-го дня отдаем все коллекторам, по залогам мы вынуждены работать сами. Виктория, вот так. Спасибо. И все-таки еще раз с одним вопросом помучаю, пользуюсь случаем. И, возможно, кто-то из частных банков также захочет ответить. Что меня всегда интересовало, что, в принципе, механизм финансовой реструктуризации основные это были госбанки. На моей памяти вот секретариат может быть поправит, что один или два частных банка, кто воспользовался механизмом финансовой реструктуризации. Были ли у вас какие-либо корпоративные заемщики, которые к вам приходили с предложениями провести именно через закон о финансовой реструктуризации? И ваше мнение, если вы знаете этот механизм, то есть, интересен ли он для вас? Готовы ли вы своим заемщикам также предлагать корпоративным заемщикам проходить через такие механизмы? Виктория, я тут откровенен, буду я не знаком с термином финансовой реструктуризации. Мы как частный банк пользуемся здравым смыслом. У нас нет проблем, как у госбанков, простить любую часть долга, передать разные залоги, увеличить залог, уменьшить залог, растянуть на 20 лет, растянуть на 10 лет. Я так понимаю, речь об этом идет, о разных формах реструктуризации, где банк готов менять форму, сроки, ставки. Безусловно, такие форматы были, особенно у Корсоц до прихода Альфа-банка. Разные формы делал, но скорее такие итальянские. Он кредиты реструктуризировал под 0% гривни на 20 лет, с чем мы тоже потом в Альфа-банке старались каким-то образом бороться. Нам не нужен закон для того, чтобы это действовать. Мне кажется, закон имеет здравый смысл за ним и как бы пользоваться здравым смыслом в частном секторе никто никому не запрещает. Если говорить, а может быть, о каких-то специфических вещах, например, по валютной ипотеке. Сейчас есть такой сегмент квартиры 10, 12, 15 тысяч, особенно в малых городах. Мы отдельную программу разрабатываем, мы разговариваем с клиентами и спрашиваем, сколько вы можете платить. Многие говорят, я могу в месяц платить 70 долларов, кто-то 80. Мы им делаем под ноль, на 5-6 лет финансовую реструктуризацию от того квартиры, которая есть, прощаем 70-80 тысяч долларов, потому что понимаем, что квартиру на баланс смысла нет, работать экономической целесообразности нет, но если клиент готов остаться в квартире, платить 70-80 долларов, например, город Каменск, у нас достаточно депрессивный, или какие-то другие мелкие города, где у нас квартира могут стоить и 8-9 тысяч долларов, мы на это идем. То есть это здравый смысл, вполне рабочий инструмент. Спасибо. Спасибо большое. И следующий вопрос у нас будет к Дмитрию. В принципе, частично он уже обсуждался. Вот какой все-таки по-вашему интерес инвесторов? Ожидать ли большего прихода дополнительных игроков в этот рынок? Какие перспективы рынка? И у меня вопрос как бы нет финального решения по необходимости создания компаний по управлению задолженностью. Будет ли интерес со стороны частных игроков для создания таких компаний, которые могли бы выкупить активы госбанков, частных банков? То есть насколько как бы стоит урегулировать законодательно этот вопрос для того, чтобы может быть дать какой-то еще инструмент банкам для расчищения их активов? Спасибо за вопрос. Я своим ответом наверное резюмирую ответы моих коллег по поводу первой части вопроса относительно интереса иностранных инвесторов на украинский рынок. Я скажу, что да, интересен. У нас уже, как я говорил, есть первый пилотный проект с иностранным инвестором и интересен почему. Несколько основных тезисов, которые я хочу озвучить. Первое это иностранным инвесторам интересен не только рынок NPL с точки зрения покупки, но и рынок NPL с точки зрения сервиса. Как абсолютно правильно озвучил Атур Андрей, для банков, для классических банков NPL это, ну я не назову это абузой, но это лишний отрата денег, ресурсов, времени, время топ-менеджеров очень дорого стоит. Поэтому, несмотря на то, что я сам 10 лет работал в банках, я считаю, что NPL должен обслуживаться непосредственно в специализированных компаниях, которые работают на профессиональном рынке, регулироваться определенным законом, кодекс этики, назовем это по-разному, но для банков это не является профильной деятельностью. Второй пункт, который может быть интересен иностранным нашим партнерам, это все-таки возможная продажа NPL государственными банками. То, что вы озвучили, Виктория, что это возможно, новое правительство, новая команда это рассматривает и по разговорам, по обмену информации с нашими партнерами мы понимаем, что для них это интересно. Они готовы заходить в Украину. Относительно компаний с управлением и активами здесь я бы все-таки решал вопрос в комплексе. Я уверен в том, что просто создание таких компаний фактически проблему не решит. Но создание таких компаний, внесение тех или иных правильных изменений в законодательстве с точки зрения уже много раз говорили судебной реформы перезапуску системы принудительного исполнения решения суда тогда окей. Просто создать дополнительную прослойку либо дополнительную компанию, которая будет заниматься исключительно проблемными активами я честно говоря не вижу необходимости. Я не знаю если здесь представитель приватбанка, но на всякий случай кто готов купить проблемный портфель приватный НПЛ портфель. Все зависит. В отчетности это портфель отдельно учитываемый портфель. Вам не надо. Просто когда мы посмотрим на портфель юридических лиц, которые есть в фонде, то там 20 финансово-промышленных групп занимает больше 60% портфеля. То есть есть банки, где один-два заемщика формировали собственно говоря весь портфель, все. Тот же банк финансовый кредит например. Там же 70% портфеля или 80% это тоже одна ФПГ. Там хоть залоговая ФПГ, но тем не менее. То есть тут о чем речь. Мы всегда про это говорили, что тот кто принимает решение зайти в НПЛ корп сегмента это билет на войну. И окей, билет на войну только тогда тут вопрос прайсинга. Может быть и можно было бы повоевать с господином Кейн, но тогда за 0-0-0 процентов может будет, может нет, может получу что-то, может не получу что-то. Это собственно тоже вопрос прайсинга всех НПЛ корп сектора. Если ритейл он плюс-минус меряется какими-то моделями, альфа просчитывает 20% стоимости залога, другие просчитывают по-другому, то корп сегмент если он является связанным лицом, Добрый день коллеги. Вопрос касался закона реструктуризации. Виктория спрашивала мнение частных банков. Если вы у секретариата спросите, то пионером как раз являлся Индустриалбанк. Мы были первым банком, который воспользовался преференциями в рамках этого закона. И вы говорили о том, что нужно сказать спасибо предыдущим что этот закон появился. Можно поблагодарить и нынешний парламент за то, что этот закон продлили еще на три года. Я распространю, я в 2015 году приняла с мячаком вместе с Мировым банком с Нахим Варданем. Отлично. Что я хотел сказать? Дело в том, что этот закон позволяет воспользоваться ситуацией, при которой не нужны лишние посредники. То есть в лице либо органов исполнительной власти, либо каких-то судебных институций. А также основной он помогает банку решать вопросы, ну не только банку, а заемщику регуляторного характера. То есть там есть преференции по налогам, это то, что касается корпоративного сегмента. Есть преференции для банка, это то, что касается нормативов. В целом мы осуществили три реструктуризации, мы активно лоббировали эту ситуацию, консультировали коллег в рамках НАБУ, это ассоциация банков Украины. Спрос на такой вид реструктуризации есть, экономически он обоснованный, то есть он позволяет убрать лишние затраты с банка. И в целом я считаю, что коммерческим банком при изучении, ну и государственным, как говорил коллега, он является интересным. В части покупки НПЛ фонд гарантирования говорит, что есть дно 1%, то есть можно от этого отталкиваться. Это в части вашего вопроса, кто готов купить портфель. Я объясню, почему я задала этот вопрос и шуточно, и про Коломойского, и нет, потому что мы обсуждали как раз перед встречей с президентом, мы в Кабмине обсуждали с Минфином, с фондом представителями, если вводить голландские аукционы, даже любые вопросы, допускать ли экс-собственников или самих заемщиков к возможности приобретения таких активов. У меня как бы у нас мнения разделились, Минфин более консервативно, у остальных более мнение было допускать, но я бы вместе с тем хотела, чтобы обязательно при таких продажах участвовали и независимые компании, чтобы именно рынок определяет реальную цену, рыночную цену. Я могу с вами согласиться, потому что нам, как банкирам, важно вернуть свой капитал. То есть, кто будет участвовать, важно, чтобы это была конкуренция, важно, чтобы эта стоимость была адекватной рынку. Это самое главное. Можно соглашаться, можно, но какой критерий? Критерий, по сути, один. Слушайте, можно я откомментирую, потому что, смотрите, есть банк, он был частным, прокредитовал своих инсайдеров, то есть, все наполнил портфель, ну, чем, финансы и кредит, условно. Потом он же, ну, так решили его не в фонд отправить, а решили его спасать за счет денег от государства. Влили туда капитал. За счет налогоплательщиков бывший собственник получит дисконтом обратно свой портфель и свои долги. Это честно? Нет, вопрос же не в честности, вопрос в экономической целесообразности. А вы знаете, а можно, ну, как, вот всегда с кармой быть адвокатом Коломойского. Смотрите, в 2016 году, вот так же, как вы, только напротив, сидел Игорь Валерьевич мне и то же самое, как и вы, там, 20 минут назад мне про Крым рассказывал. И говорил, это я Крым потерял, это я Донбасс потерял. Частично, да, если посмотреть... Все рассказывают такое. Ну, это все рассказывают. Я вместе с тем хотела... А вы можете присаживаться, в принципе. Мой вопрос следующий был бы к аудитории. Вот Национальный банк, он провел факторный анализ. Что вообще приводило к НПЛ? И, сейчас пытаюсь очень быстро найти эти данные. Значит, для себя Национальный банк определил следующим образом. Да, 45% это когда учитывается приватбанк, вес фактора это кредитование компаний, которая не имела у себя бизнес-оборотов вообще. И именно это привело к образованию НПЛ. Вместе с тем 13% по системе это как раз АТО и Крым. Второй это кризис всего лишь 4% это потеря рынков Российской Федерации всего лишь 4% привело к образованию НПЛ по системе. И 45% я вот акцентирую внимание самое большое это то, что было рисковое кредитование. Это вид сутность операционной деятельности про отрывание кредиту. И вот у меня вопрос тогда ко всем банкирам. То есть не чувствуете вы там за собой немножко грешок о том, что все-таки осуществляли такое кредитование. возвращаясь просто для того, чтобы не быть голословной, здесь видна как бы структура привата, потому что если в целом по системе величина этого фактора это 45% с учетом приватбанка, если без учета приватбанка, то все равно это 25%, именно 25% это того, что кредитовали там связанные, ну вообще компании пустышки. То есть вот как банкиры относятся? Ну тезис первый. Осчетбанк мы сейчас имеем с 2015 года уровень НПЛ по новым кредитам, которые выданы меньше 1%. Это просто важный момент. К сожалению или к счастью я не имею никакого отношения к выдачам предыдущих кредитов, но окей. Второй момент. Закон говорит о том, что в случае если ты как топ-менеджер банка довел банк до банкротства, то есть если вот это связанное высокорисковое или связанное кредитование привело к тому, что банк ликвидирован, то ты должен нести ответственность. Поэтому ты уже не банкир. Есть такая хорошая шутка, что врач перестает быть врачом в тот момент, когда открыл первую аптеку. Если ты банкир, ты должен четко, для меня банкир, священник, учитель, это люди, которые делают вещи, которые на самом деле вопрос банковской тайны, это достаточно серьезные вещи. Если ты банкир, который привел к банкротству банка, и этот банк сейчас в ликвидации, сори, выйди, значит, ты не банкир, иди занимайся предпринимательством, или отсиди срок за то, что ты это сделал. Поэтому ответ очень простой. Я чувствую, что те банки, которые устояли, потому что были модели достаточно рисковые, однозначно были более рисковые. Мы, кстати, даже у себя говорим о том, что время ломбардного кредитования, оно закончилось. У одних банков оно закончилось в 2008 году. Помните, как мы выдавали кредиты? К нам приходили, сколько стоит залог, полтора коэффициента и получили деньги. Бабушка какая-то с квартирой на Крещатике могла получить миллион долларов. Сейчас время ломбардных кредитований закончилось. Сейчас время моделей, время анализа, время риск-менеджмента, время систем, а не личностей. Слава Богу, личности начинают уходить в тень, а приходят системы, и мы видим, что модели тех банков, которые выбрали именно этот путь, это единственный правильный путь. Они страдали, они формировали резервы, они боролись, но в результате сейчас лучшие результаты именно в тех банках, в которых выстроены системы, а не персонали. А не персонали. Вот ответ приблизительно такой. Поэтому ответственность, она есть в законе, она должна быть понесена. Если этот банк существует, значит, уровень этой ответственности ограничен теми потерями, которые, если акционер это принял, окей. Я хочу здесь еще добавить про ответственность. Я убеждена, это мое глубокое убеждение, с которым я, наверное, умру, что львиная доля НПЛей, которые существуют в системе, это осознанное желание заемщика переставать платить. Почему оно существует, осознанное желание заемщика? Не просто так, не потому что он плохой, его плохо воспитывали в детстве. Это банальный карандаш и бумага и просчеты или расчеты, а что мне дешевле. 99% кредитов банков, которые приходят во временную администрацию, не обслуживаются кредиты вообще. То есть это осознанное решение приостанавливать, платить. Почему? Потому что, когда заемщик берет мой любимый карандаш и ручку там и бумагу и начинает считать, сколько мне стоит блокировать суды, сколько мне стоит увести предприятие в контролируемое банкротство и продать эти все активы через лецитаторов с молоточком в селе Голопупинце, простите за сленг, но я по-другому не могу это назвать, сколько мне стоит через регистрационную службу повыбивать эти залоги, эту регистрацию, и вот, как правило, вот эта вот колоночка фродовская, она побеждает. И здесь важны два момента. Первый момент, это политическая воля государства показать, что ответственность существует, как банкиров, так и тех заемщиков, которые не платят. И второе, сделать крайне дорогой или невозможной вот эту вот колоночку этих подсчетов, то есть регистраторы, суды, банкротство. Вот три кита. Вот когда это все будет урегулировано или уноможливлено украинское слово, тогда будет совершенно по-другому у нас. И кредитование будет удешевляться, потому что риски будут меньше закладываться, да, и уровень НПЛ у нас будет достаточно ниже. Панель очень классная. Мне понравился Артур. У меня такое впечатление, что у Артура, смотрите, три года они забывают про НПЛ. У вас, Виктория, это еще ого-го и непонятно. Возможно ли просто взять опыт, расширить закон о реструктуризации и забыть об этом? Давайте не будем, вот знаете, есть вопрос справедливости, а есть вопрос, мы сейчас живем. То, что раньше было, мы можем как-то, ну, можем как-то наказать, но самое главное, что я уверен, будет много-много кругов и ничего не будет. Альфа, они уже заканчивают. И если раньше о реструктуризации не говорили, то заговорили, а они раньше делали. Светлана сама сказала, Светлана сама сказала, кто больше всего платит? Заемщик. Если, Виктория, вы придумаете, что нет, не может участвовать заемщик, будут схемы, придет другой человек. И мы же это понимаем. Вот можно я вам здесь и как бы там отвечу и скорректирую вас. Смотрите, я не собираюсь как бы три года, мне даже этого времени нет. Эти вопросы должны быть лишены, стратегические планы должны быть разработаны до 30 марта, 31 марта 2020 года урегулировать. Мне все равно, да не обидится Игорь Валерьевич, а с плохой овцы хоть шерстиклок. Я готова, если, правда, меня потом обвинят в измене Родины, если с ним договариваться и выбить из него там 50-70% того, что должен. Либо реструктуризировать, как всех остальных и отправить. И после встречи с президентом, я же, как бы, пресс-релиз был достаточно суховат, я как бы дала понять, что все заемщики должны прийти на реструктуризацию, на голландский аукцион, на любой другой вид реструктуризации, я не знаю, там принести акции укрнафты, кому-то можно. Все, что угодно, должны сделать, но они должны урегулировать свои вопросы. Те, кто не урегулирует, понесут ответственность в сроки по статье 190, я тоже уже озвучила. Я думаю, что вопрос привлечения к ответственности, вы же видели, на моей стороне сидели НАБУ, Сытник, Генпрокурор, СБУ и профильные замглавы по правоохранительным органам, замглавы администрации президента. Мы вежливо намекнули, что нужно делать. Президент Владимир Зеленский требует результат. Либо заплатите, либо заплатите и не сядете, либо сядете и все равно заплатите. Заплатите кредит и спите спокойно. Спасибо. Спасибо.